Мария Кришна Великой Придне с праздником явления Радвайта Чарьи Прабху Почитаем из Ши Чайтанья Бхагаваты Ши Чри Чшна Чайтанья Прабху Дайаку Рамаре Тома Минаха Кедая Драгатасам Садим Ши Чри Чшна Чайтанья Прабху Драгатасам Драгатасам Садим Драгатасам 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 Мусама Патитра Брабху Намай вハрам Мусама Патитра Бхагавана Драгатасам 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 Продолжение следует... 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 И сейчас эти молитвы звучат. И сейчас эти молитвы звучат. С сегодняшнего дня, Индра, я буду предлагать тебе воду и цветы. В этот день, вне всяких сомнений, ты обрел меня. Прабу-бале-аджи-е-индре-ра-бада-сту-ти, ки-э-ту-и-ха-ка-ха-де-ки-мора-прати. Господь спросил, почему ты сегодня решил предложить Индре такие благоприятные молитвы? Пожалуйста, расскажи мне. Адвайта ответил, ты просто ешь. Тебе не обязательно это слушать. Господь сказал, у Ачаря, зачем ты пытаешься скрыть правду? Ведь дождь и ветер, обрушившиеся на город, твоих рук дело. Сейчас не сезон ветров. Но откуда нежданно взяли сильный ветер, ливневый дождь и крупный град? Я знаю, и в том не может быть сомнения, что все эти аномалии случились по твоей воле. Сейчас я объясню, зачем ты попросил Индру устроить все это. Ты подумал, что если я приду вместе с Аняси, то не съем так много, как тебе бы того хотелось. Но если я приду один, то ты сможешь исполнить свое желание и предложить мне все приготовление. Все приготовленное. Чтобы другие Аняси не имели возможности прийти сюда, ты устроил все это буйство природы. Тот факт, что Индра выполнил твой приказ, вовсе не показатель твоего истинного могущества. Это удача Индры, что он получил возможность услужить тебе. Мы знаем, что Адвай Тачаря Прабу – это фактически воплощение Санкашаны и Махавишну, одновременно, как объясняет Шина Прабхара. А Индра Дева служит фактически Махавишну. Даже Господь Кришна не отклонит твою просьбу. Ты можешь сделать так, что он появится, где ты пожелаешь. Неужели какой-то ветер и дождь могут удивить того, к чьим словам почтительно прислуживается Кришна Чандра? Вот такие мысли сказал Господь Шичай Таняма Прабу. Разве ветром и дождем можно удивить того, чьим приказом подчиняется Ямараджа, время и сама смерть, мысли которых постоянно сосредоточены на том, чьи лотосные стопы всегда желанны для лучших из йоговой муни и памятуя, о которых люди освобождаются от всех своих привязанностей. То есть, как прославляет Господь Шичай Таняма Прабу Адвай Тачарю. Кто может лучше прославлять Адвай Тачарю Прабу? Продолжает Господь Шичай Таняма Прабу. Кто в этом мире в совершенстве знает Тебя, только по Твоей милости человек может обрести плод преданного служения. Адвайта сказал, «Ты очень добр к своим слугам. Я обладаю лишь силой, потому что принял эту истину своими телом, умом и речью. Я желал бы всегда оставаться таким же могучим, как лев в преданном служении Тебе. Пожалуйста, благослови, чтобы Ты никогда меня не оставлял. Я желал бы всегда оставаться таким же могучим, как лев в преданном служении Тебе. Пожалуйста, благослови, чтобы Ты никогда меня не оставлял». Интересно, что ты никогда меня не оставлял. Адвай Тачаря Прабу не говорит, что он никогда не будет оставить. «Таким образом, оба Прабу наслаждались беседой, пока Господь радостно заканчивал трапезу». Утверждения, прозвучавшие из лотосных уст Адвайты, являются конечной истиной, и других толкований нет. Тот, кому не доставляет удовольствие слушания этого повествования, является самым падшим из людей. И, конечно, он не удостоится милостивого взгляда Адвайты. Комментарии его божественной милости решила Бхакти Ситанта Сарасвати Такура. Адвайта Прабу мечтал испытать счастье, накормив одного Шри Магапрабу. А Индра, царь полубогов, устроил стихийное бедствие, чтобы помешать другим санясь и прийти на обед. В результате Магапрабу пришел один, и Адвайта Прабу насладился, угостив Господа. Эту историю Адвайта Прабу рассказал своим преданным. Но некоторые люди, которые не принимают Адвайту Прабу в качестве беспримесного слуги Магапрабу, не любят такие достоверные повествования. Более того, они считают Шри Гаурасунду подчиненным Адвайте и таким образом стремятся изменить положение Адвайты Прабу, как преданного. Хотя такие невежественные материалисты считают себя истинными последователями Адвайты, он даже не взглянет в их сторону. Или другими словами, если кто-то случайно увидит лицо такого человека, ему следует очиститься, совершив омовение в Ганге. То есть, если кто-то считает, что Адвайта Ачария Прабу выше, чем Господь Шичайтаняма Прабу, будучи Мага Вишну, он ошибается. Адвайта Ачария Прабу не посмотрит на такого человека. Потому что изменить положение Адвайта Ачарии Прабу, как говорит здесь Шизабхастан, Сарасвати Таку, нельзя. Адвайта Ачария Прабу говорит, я слуга Господа Чайтани, я слуга Господа Чайтани, я слуга Господа Чайтани. Три раза и это Шичайтаня Чаритаммити приводит Шила Кришнадас, Каврач Госвами. То есть, он принимает себя как вечным слугой Господа Шичайтани Мага Прабу. Дальше, 83 стих. Обоюдная привязанность Хари и Шанкары – это истина, но безграмотным материалистам не дано ее принять. Если кто-то не воспринимает кого-либо из них, разгневаются оба. Между Господом Чайтаней и Адвайтой суть – такие же взаимоотношения, как между Хари и Шанкарой. Добросидечный Адвайта Прабу всегда освещал эти темы ради освобождения людей мира. Адвайтэра-ваккя-буджибара-шактиянра-джаниха-ишвара-санге-бхеданахи-танра. Текст 86. Тот, кто способен понять утверждение Адвайты, знает, что между ним и Верховным Господом нет никаких различий. Комментарий. Как сказано? По причине того, что он не отличен от Хари, Верховного Господа, его зовут Адвайта. И поскольку он распространяет науку о преданности, его называют Ачаря. Он и Господь, и воплощение преданного. Поэтому я принимаю у него прибежище. Бхакти-кари-ешуна-е-эсаба-акьянам, Кришне-бхакти-хая-тара-сарватракалянам. Тот, кто слушает описание этих игр с преданностью, достигнет самого благоприятного, преданного служения Господу Кришне. Исполнив желание подобного льву, Адвайты, Господь Чайтанья, вернулся к своему жилью. Адвайта-симхеря-кари-пульна-манас-камам, баша-я-сали-ля-ши-чайтанья-бхагаван. Мы видим, что чистые духовные желания всегда исполняет Господь мгновенно. И полубоги, тоже вайшнавы, индрадевы, великие вайшнав, они готовы всячески помогать, чтобы эти чистые желания вайшнава исполнились сразу. Еще раз эти последние пару стихов почитаем, дорогие преданные. Сегодня эти мы закончим. Текст 86. Тот, кто способен понять утверждение Адвайты, знает, что между ним и Верховным Господом нет различий. Комментарий. Как сказано. Адвайта-м-харина-двайта-тачарям-бхакти-самшанат-бхактаватарам-мишам-там-адвайта-чарям-ашаем. По причине того, что он не отличен от Хари, Верховного Господа, его зовут Адвайта. И поскольку он распространяет науку о преданности, его называют Ачаря. Он и Господь, и воплощение преданного. Поэтому я принимаю у него прибежище. Тот, кто слушает описание этих игр с преданностью, достигнет самого благоприятного преданного служения Господу Кришне. Исполнив желание подобного льву Адвайты, Господь Чайтанья вернулся к своему жилю. Шри Чайтанья-бхагавата-киджай, Шри Ла Вриндаванда-стакур-киджай, Шри Адвайта-чаря-прабху-киджай. Всем преданным Господа, Шри Чайтанья-маха-прабху-киджай, Нитай-гора-приманунды. Шри Ла-прабху-пада-киджай, Шри Ла-бхакти-станта-сарасвати-такур-прабху-пада-киджай. Так, дорогие преданное, Харе Кришне, спасибо большое, мы закончили сегодня. Спасибо. Спасибо.